Здравствуйте, дорогие телезрители! Наша передача Телегит продолжает вас знакомить с интересными городами и их достопримечательностями. Сегодня, находясь у экрана, вы сможете побывать вместе с нами в столице Венгрии – Будапеште. Этот необычайно красивый город находится в самом центре Европы. Его еще называют «жемчужиной Дуная» и «Парижем Восточной Европы». Будапешт образован в 1873 году. Благодаря слиянию трех городов – Пешта на востоке от реки Дунай и на западе от нее – городов Будда и Абуда. Уникален ландшафт этого города. На одной стороне реки – это равнина, на другой – горестая местность. Первые поселения здесь возникли еще более двух тысяч лет назад, когда в I веке до н.э. одно из кельтских племен образовало военное поселение, именуемое Ак-Инг, что означает «обильные воды». В 89-м году н.э. с приходом римлян это место было названо Панония и включено в Римскую империю. Находясь в центре Европы, эту территорию много раз захватывали самые разные державы. Здесь побывали и татаро-монголы, и турки. В IX веке эти места вошли в состав славянской великоморавской державы. Иштван – первый святой, смог объединить под своей властью карпатские земли. Он активно христианизировал венгров, в том числе применяя насильственные методы. За внедрение христианства в Венгрию Иштван был причислен к лику святых в 2000 году. Считается святым у католиков и православных. Говоря об истории Будапешта, нельзя обойти стороной операцию по его освобождению в годы войны. К 1944 году Венгрия оставалась последним стратегическим оплотом в Гитлеровской Германии. И борьба за Будапешт была крайне тяжелой. Операция по его освобождению началась в конце октября 1944-го и продлилась более 100 дней. По окончании ее советским войскам открылся прямой путь на Берлин. Во время многочисленных войн много зданий было разрушено, но тем не менее Будапешт сохранил немало архитектурных шедевров. Самой известной и наиболее часто посещаемой достопримечательностью венгерской столице является Будайская крепость. Она занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и предлагает посетителям ознакомиться с историей страны на примере расположенных здесь сооружений. Ее высокая стена отделяет новую часть города от старой, из-за чего Будду часто называют городом в городе. Построенная по приказу короля Беллы IV после татаро-монгольского вторжения в середине XIII века, крепость Будда должна была защитить местное население от дальнейших набегов. Кроме этого, впоследствии она столетиями служила резиденцией королевских семей Венгрии. С каждым новым королем крепость достраивалась и расширялась. К примеру, в XIV веке в Будде проживало около 8 тысяч человек, что по меркам средневековья соответствовало населению очень большого города. А в XV веке перестроенная в стиле Возрождения крепость прославилась, как один из самых красивых городов Европы. Среди других не менее интересных достопримечательностей, которые необходимо посетить, побывав в Будапеште, это Бенгерский государственный оперный театр. Здание театра выдержано в стиле неоренессанс и построено архитектором Миклошем Ивлем в период между 1875 и 1884 годами. Богато украшено выполненными в стиле барокко орнаментами, скульптурами и картинами. Зал имеет форму подковы и занимает третье место по акустике в Европе после Миланской ласкала и Парижского оперного театра. Венгерский государственный оперный театр является одним из красивейших в мире. Крупнейшим католическим храмом Будапешта является базилик святого Иштвана, построенный в 1851-1905 годах. Храм интересен необычным смешением архитектурных стилей, в его строениях причудливо переплелись элементы классицизма и неоренессанса. В сердце замкового района Будды располагается одна из самых известных и красивых церквей венгерской столицы – храм Девы Марии, больше известный как собор святого Матьяша. Именно в этом храме короновали всех венгерских правителей. Также на территории Будды находится знаменитый костел Святой Анны. Костел построен в стиле итальянского барокко. В 1740 году началось его строительство, которое завершилось в 1762-м. В 20 веке, когда в Будапеште строили сеть метро, планировали снести церковь. К счастью, этот план не осуществился. Говоря о Будапеште, нельзя не сказать о знаменитых лечебных термальных источниках. Купальня Сеченья – самая большая термальная купальня в Европе с 11 лечебными бассейнами и тремя саунами. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы в этом сказочно красивом месте поправить здоровье, снять усталость и предаться гармонии с природой. В купальнях можно увидеть табличку. Пожилым людям не рекомендуется проводить в горячей воде больше 20 минут. Однако мало кто следует этому правилу. Купальня Геллер – вторая по популярности купальня столицы. Это огромный спа-комплекс у подножия горы Геллер с открытыми и закрытыми бассейнами с термальной водой. Если вам посчастливилось побывать в Будапеште, то стоит совершить водную прогулку по Дунаю, полюбоваться на виды города с воды. Надо сказать, что в Будапеште прекрасная кухня. Можно поесть и вкусно, и дешево. Венгерская кухня отдает предпочтение красному перцу и луку. Среди самых известных блюд венгерской кухни – венгерский гуляш, куриный паприкаш и, конечно же, известные всем голубцы. Хотя салями, ветчина и разнообразные мясные салаты – исконно венгерские блюда, на традиционном обеденном столе вы вряд ли найдете обилие холодных закусок. Зато выбор горячих блюд и выпечки способно поразить воображение даже самого искушенного гурмана. На первое часто подают рыбный суп, который готовится с добавлением паприки, помидоров и большого количества репчатого лука. Не менее популярен здесь и куриный бульон. Говоря о Будапеште, о Венгрии, невольно вспоминается, что это всегда была братская нам страна. Венгрию с удовольствием вспоминают советские времена, когда между нашими странами было тесное сотрудничество. Да и мы прекрасно помним их замечательные консервы – помидоры, голубцы, их автобусы и карусы, которые хоть и исчезли с наших улиц, но никуда не денутся из нашей памяти. Таким образом, говоря о Будапеште, мы говорим о нем как об одном из самых красивых и близких нам городов. Редактор субтитров А.Семкин